Помещикам и зрителям моего канала Доброго Времени Суток Решил снять такую животрепещущую тему Много сам думал, обсуждали, знакомые спрашивают Что же лучше покупать? Лучше покупать пчелопакеты, так как близится у нас сезон Или пчелосемьи? Хочу сегодня вместе с вами разобрать эту тему Поделиться своим взглядом И чтобы в комментариях оставили свое мнение по этому поводу Потому как для многих это вопрос такой риторический И что лучше, пакет или семьи? Семьи или пакет? Сразу же хочу сообщить всем зрителям своего канала Печальная новость Значит, выставка у нас в Днепропетровске Которая должна была пройти 28 марта этого года Отменяется в связи с карантином Днепропетровск находится в оранжевой зоне Значит, запрещено проводить массовые мероприятия Свыше 20 человек Поэтому вот такая вот печальная новость Чтобы никто не ехал Кстати, для этого тоже снял видео Чтобы люди, которые смотрят мой канал Случайно не поехали Значит, так получилось, что выставку отменили Выставка отменяется Ребят, смотрите Давайте сначала рассчитаем так Сколько у нас стоит пчелосемья И сколько у нас стоит пчелопакет Рассмотрим более подробно вот этот вариант Смотрите, если мы возьмем за 1 рубль Значит, допустим, пчелопакет у нас стоит 1 рубль Да? Единицу Семья у нас стоит 2 единицы с хвостиком Как это все пересчитать? Пчелопакет у нас входит стандартно 4 рамки расплода Семья за стандарт у нас принято 10 рамок То есть, в принципе, если финансово просчитать по количеству рамок и по количеству пчелы Пакет и просчитать семью По деньгам мы тратим практически одно и то же самое Но здесь сразу же выплывает множество нюансов Почему, допустим, многие пчеловоды покупают пчелосемьи или наоборот покупают пчелопакеты Давайте подробно рассмотрим Вот, допустим, кум у меня начинающий пчеловод Кстати, Олег, привет! Захотел завести семьи Чем он это мотивирует? Он мотивирует тем, что вот я в первый год куплю семьи Я возьму майский мед На этом верну часть денег за семьи И при этом при всем сделаю отводки Довольно-таки хорошая идея Но первое Если у вас нет наставника, если вы начинающий пчеловод Не факт, что вы сможете сделать полноценные отводки И увеличить пасеку с семей в два раза Это первое Второе Климатические условия у нас постоянно меняются И не факт, что майский мед Та же самая в нашем регионе Акация, допустим Или тот же самый РАПС Будет в этом году выделять То есть вы можете потратить кучу денег И с этой семьи ничего не взять Это первое Второе Для начинающих просто-напросто может не хватить сил Или даже не для начинающих Для тех, кто увеличивает пасеку Вот у меня была такая история Я завел еще один тачок На расстоянии 80 километров Вроде бы опыт есть Но наведывался я туда раз в недельку, раз в полторы Закончилось это чем? Я приехал, у меня пошло массовое раение Получился такой ход, что Акации не было Пчелы пошли в раение И в финале в принципе по факту я потерял То есть здесь сугубо решать вам, что брать Но нужно взвешивать вот эти вот два фактора Цена в принципе как на рамку с пчелами Получается практически одинаковая Но вариант подходов к пчелосемье Нежели к пчелопакету Получается намного больше Так как семью надо содержать в рабочем состоянии Для начинающих скажу вам Для этой семьи нужно иметь корпуса сверху В которые бы они приносили мед Пчелы мед на овощину не несут И вот из этих всех факторов Плюс расстояние Как часто вы сможете обслуживать эти семьи Надо все взвесить И прийти к единому мнению И сделать свой выбор Вариант номер два Если вы приобретаете пчелопакеты Почему многие уже профессиональные пчеловоды У которых есть большие пасеки Зачастую покупают не пчелосемьи Казалось бы купил пчелосемью и взял мед А покупают пчелопакеты Дело в том, что если у вас есть запас суши Если у вас есть ульи Вам есть как с этим пакетом работать Допустим кто работает на магазинах Есть магазины, которые можно будет ставить в последующем То есть есть запас суши Гораздо проще и экономически выгоднее Купить пчелопакет Потому как Пчелопакету нужен минимум подходов Вы его потихонечку расширяете Второе Пчелопакеты менее склонны к роению Нежели склонны семье То есть и третье Получается за ту же сумму денег Вы покупаете уже не одну единицу, а две То есть в семье Надо еще вывести матку И особенно это касается начинающих Которые хотят купить семью-две Для того, чтобы увеличить пасеку Нужно или покупать маток Придется Или выводить самим Если выводить самим Тоже надо просчитать Вам одну-две пчелосемьи Нужно будет уничтожить для вывода маток Если вы покупаете маленькое количество Нет смысла То есть тут тоже финансово надо просчитывать Купили семью Сразу добавляйте Плюс 250 В перерасчете примерно 10 долларов Если смотрят другие регионы Для того, чтобы семью поделить на семью и на отвод Значит пчелопакеты С пчелопакетами при достаточном количестве суши Пчеловоду намного удобнее работать Ройка уже у нас отсутствует Количество пчелы в количествах пчелосемей получается за те же деньги больше Мы спокойненько проходим Расширяем пакеты Пакеты наращиваются Но опять же Для начинающих опять-таки скажу Здесь есть одно но Если вы берете пчелопакет И суши у вас нет И вы собираетесь его расширять вощиной Нужно учитывать тот факт Что год может быть слабый по медосбору А пчеле придется отстраивать эту вощину И если медосбора нету Придется усиленно массово закармливать сиропом Изнашивать ту же самую пчелу летом Для того чтобы они вам отстроили рамки с вощины Чтобы матки было где сеять И семья могла развиваться Это первое Второе надо понимать В зависимости от системы Если у вас допустим как у меня гнездо 300 И сверху магазины То надо понимать Что такой пчелопакет Летом зачастую если у вас нету липы Там проходит провал Этот пчелопакет не успевает еще Отстроить суш для магазинов И на подсолнухе вы ставите вощину Это такие как бы сказки На ночь получается Поставили вощину А пчелу вас просто залили гнездо То есть в пакетах надо понимать Что для того чтобы полноценно оправдать пакет Вам нужна уже готовая 145 рамка Магазинная Которую бы вы могли на подсолнухе ставить И брать уже товарный мед Ветер нам мешает снимать Перешли на другую территорию Где меньше ветра И сразу же хочу обсудить Третий такой риторический вопрос Когда же покупать пчелопакеты И когда покупать семьи Зачастую у продавца И у покупателя пчелосемей Существует такое мышление Вот мне недавно подписчик звонил Хочу взять семью пораньше Хотят взять семью пораньше Не нужно этого делать Почему? Объясню У нас на территории Украины Существует такое внегласное правило Продажа пчелосемей и пчелопакетов Происходит примерно на 1 мая Конечно это все в зависимости от года Вот допустим этот год он у нас затяжной В этом году немножечко этот процесс может затянуться Так как пчелосемьи не успевают развиться Сейчас объясню что я имею ввиду Значит первое Если мы возьмем по пчелопакетам Сверхранний пчелопакет К чему он приводит? Вы приезжаете к хозяину Понятно как покупатель Вы хотите пораньше купить этот пакет Чтобы он у вас смог хорошо развиться То есть больше промежуток времени для развития Но! Что получается? По факту вы лезете в эту семью Человека который продает пакеты Да? Человеку жалко продать всю пчелу А ранний пчелопакет еще не набрал массу И вы забираете грубо говоря Полупустые пчелопакеты То есть здесь существует золотая середина По развитию пчелосемей Тогда когда пчелосемьи находятся практически уже на самом пике И для хозяина уже хватает пчелы Он может вам продать И для вас уже хватает вам нагрузить хороший пакет Сейчас объясню дальше что я имею ввиду Хороший обсиженный пакет пчелой Чтобы вы смогли его перевести в свою местность И чтобы он у вас хорошо развивался К чему приводят сверхранние пчелопакеты Сверхранние пчелопакеты приводят к тому Что хозяин не хочет вам продать всю пчелу У него остается мало пчел И так как ему нужно продолжать свое хозяйство Развивать Ему нужно вывести маток на чем-то Облетать и нарастить эти пчелосемьи И он как бы не дает вам натрусить Сколько пчелы взять И вы в свою очередь берете как бы и раньше Но берете слабоватый пчелопакет В котором мало пчелы Перевозка стресс-фактор Другая местность стресс-фактор Медоносная база совершенно другая стресс-фактор Эти все стресс-факторы Плюс маленькое количество по обсидке рамок пчелы Могут привести к тому Что вы привезли хорошие здоровые пакеты И у вас вспыхнуло какое-либо заболевание То есть эти факты нужно учитывать Продавец-покупатель Надо как-то вменяемо договариваться Так чтобы это устраивало обе стороны И обе стороны при этом будут Как бы сказать удовлетворены Следующий вопрос Это вопрос пчелосемей Зачастую у нас у пчеловодов Да и у меня и у многих других существует Такое мнение Вот я такой умный Я куплю эту пчелосемью пораньше Она у меня нарастится Вот этот хозяин продает эту семью Я ее куплю еще в апреле И я вот такой умный И буду ее утеплять, развивать и все будет классно Это не так Представьте себе ситуацию Приезжаете вы в середине апреля Берете семьи Пчела еще не поменялась Вы взяли семью, привезли Пчелы у вас меньше Пошел провал, прошла Идет замена зимней пчелы на весеннюю Это неинтересно Второе Вы смотрите расплод Вроде бы ничего А туда дальше Когда у нас идет плотно расплод Можно по рамке расплода Определить качество матки Определить есть ли заболевания в семьях То есть ранней весной это определить нельзя И дальше у нас назревает конфликт Приехали вы к этому пчеловоду Взяли вроде бы семьи Проходит две недели Клиент звонит с семьей Что-то не так То есть это надо понимать Надо брать семьи На определенном стандарте Вот у нас стандарт По семьям идет 10 рамок Там 6, 7, 8 рамок расплода Остальные кроющие В начале мая месяца Не стоит брать раньше семьи Раньше семьи Значит сам хозяин Продавец подвергает себя риску Клиент может через две недели Отзвониться Может он там Не разбирается в пчелах Надо натворить делов Будет скандал И сам покупатель Подвергает себя риску Так как еще Я уже сказал Не видно по расплоду Ни качество матки Ни в каком состоянии Семья Вы взяли семью Приехали А у вас в начале мая Уже какая-то вспышка Какие-то проблемы То есть такое вот Негласное правило Примерно это начало мая Примерно 10 рамок 7-8 рамок расплода Вот такая вот семья Приезжаете Смотрите качество расплода Просмотрели у хозяина Вас все устраивает Забрали Уехали Вы довольны Хозяин доволен Все довольны И с другой стороны Чисто со стороны покупателя Зачем это надо То есть Вы берете семью Что-то с ней пойдет не так Вы ее будете развивать Возиться Тратить свое время Лучше это время Потратить на благоустройство территории А человек Который хочет продать Свой продукт В частности Пчелосемье Пускай их качественно Подготовит к продаже Доставит рамки Как он это видит И уже на момент покупки Вы будете видеть Уже качество Этой пчелосемьи И спокойно Покупать И пользоваться Этими пчелосемьями И пару последних Таких риторических вопросов Часто задается мне вопрос Какая порода лучше То есть При выборе пчелосемей Пчелопакетов Пчеловоды Зачастую рассматривают породу Значит Мое личное мнение В этом плане Нет плохих пород Есть и пчела С которой плохо занимаются Плохо отселекционированы И так далее Далее То есть Для пчеловодов Что скажу Ну вот Мое мнение Надо понимать Какую вы пчелу покупаете Даже вот я прозванивал По моей информации Если человек Занимается селекцией Если он завозит Маток Покупает Выводит Искусственным путем Я не говорю Что они лучшего качества Но Я говорю О генетике Самой пасеки Если семьи Более и менее Отселекционированы Вот эта пчела Она всегда будет дороже И всегда будет лучше И какая бы это Не была порода Украинская степная Бакфаст Карника Среднерусская Не важно Главное Как проведена Селекция на пасеке Как пчеловод Занимается селекцией И насколько Пасека однородная Честно вам скажу Однородность пасеки Стоит очень много Кто смотрит мой канал Я занимаюсь Карникой И очень тяжело Допустим После кочевок Вот представьте Когда вдруг Пасеки свозятся Сделать так Чтобы семьи Были на одном Тачке Одной породы Это могут себе Позволить Только те Кто стоят Стационарно Занимаются Допустим Пакетами Каждый год Меняют маток Они себе Это могут позволить Ну и теперь Исходя из этой ситуации Давайте думать О том Какие же пчелы Лучше Конечно Если человек Занимается селекцией Вы к нему Обращаетесь Допустим По пакетам У него Одна порода Будет требовать За свой труд То есть Эта пчела Будет дороже И не надо Гнаться за Дешевизной Потому как Дешевая пчела Какие-то дешевые Сборные Там пакеты Которые привезутся Они могут быть Дешевле Это Упаси боже Это не к пакетчикам Я обращаюсь Люди все разные Они могут быть Дешевле Эти пчелы Но сразу же Можно Есть такая пчела Многие Я думаю Поддержат Привозишь Вроде бы Пакет Четыре рамочки Он сразу Идет в ройку То есть Роевое настроение Неимоверное И хозяин После продажи Этих пакетов У него Повторно На молодых матках Идет в раене То есть Цена еще Зачастую Зависит Вот и от того Как человек Занимается селекцией Поэтому Сама порода В сущности Огромной роли Не играет Если пчела Селекционированная То ли это будет Карника То ли это будет Бакфаст То ли это будет Украинская степная Все равно На первые Как бы Четыре-пять Показателей Это миролюбие Медопродуктивность Зимовка И прочее То есть Эти показатели Все равно Человек их будет Придерживаться Потому как Никак Без миролюбие Он не сможет Держать большой объем Для продажи Без медопродуктивности Это будет Нерентабельно Без зимовки У пчеловода Просто-напросто Не будет пчел То есть Нужно Внимание Несколько Обращать на породу А сколько Обращать Вот на эту местность На этого пчеловода У которого Вы берете Пчелосемьи Какие они У него Пчелосемьи Как у него Происходит Зимовка Как у него Происходит Роение И так далее И так далее Еще один Такой Риторический Вопрос Значит Опять же Это было Маленькое Отступление Что же Выбрать Пчелопакет Или пчелосемью И какую Систему Рамок Многие То есть Начинающие Могут Спросить Надо Смотреть И исходить Из того В какой Вы местности Находитесь Какие У вас Медосборы Планируются Как вы Часто Будете На пасеке Как вы Часто Будете Кочевать Или Не будете И уже Из этого Можно Приходить К какому То Результату Брать Вам Пчелосемью Или Брать Вам Пчелопакет Брать Вам На 230 Рута Рамки Или Брать Вам На 145 Магазины Или Брать Вам Стандартно На 300 Скажу Сразу У нас По Украине Проще Предложение Это 300 Рамка Западная Желающих Много Есть Пасек И довольно Таки Крупных Пасек В 300 Семей У которых Есть И Рутовская Система И 145 То есть Если У человека Есть Желание Заселить Вот так Пчел Надо Искать Кстати Можете В этом Видео Оставить Комментарии Кто Продает Таких Пчел Кто Хочет Найти Может Найдете Своего Клиента Надо Искать Не Имеет Смысла Тяжелым Это Все Вчерашний День Лучше Поискать Есть Такие Пасек И Купить То Конкретно Что Подходит Вам И Этим Заниматься Так Что Такой Риторический Вопрос Что Выбрать Пчелопакет Или Пчелосемью Смотрите По своей Данной Ситуации По своей Медосборной Базе Как Вы Часто Бываете По тому Кто Вам Будет Подсказывать Кто Вам Будет Помогать Пчелами Есть Вложить Денег То Сразу Это Будет Допустим Пчелосемью Больше Или Поэтапно И Таким Путем Как Бывает Быть Многим Понадобится Решил Подсказать Делайте Уже Свой Вывод И Принимайте Решение Всем Спасибо За Просмотр Пока Пока